Многие по утрам собираются на работу Включают телевизор, пьют кофе и смотрят новости Но каждый день в новостях показывают войны Межэтнические и религиозные конфликты Стихийные бедствия и изменения климата Миллионы людей бедствуют по всему земному шару Многие привыкли к такого рода новостям И уже не воспринимают все как нечто из ряда вон выходящее А другим же кажется, что сбывается пророчество И наступает апокалипсис Но ничто не вечно под луной Пророчеством о конце света уже тысячи лет О них писал Нострадамус И о них говорится в книге Откровений Иоанна Богослова Неужели Землю ожидает трагическая погибель? Или может быть это в нас, людях, заложена потребность В различного рода концах света? Или же апокалипсис действительно грядет? Я Виктор Гор И я хочу понять, почему многие религии пророчествуют о конце света Я хочу найти источники судного дня Исследовать древние пророчества И найти их продолжение в наших днях Я хочу знать, конец света такой, как мы его себе представляем Или же мы его себе придумали Исследование апокалипсиса и пророчество о нем Лучше всего начать с Иерусалима Это духовная колыбель трех религий Иудеев, христиан и мусульман И все эти три религии пророчествовали о том, что именно Иерусалим сыграет решающую роль в конце света Эта земля никогда не знала мира Здесь с незапамятных времен происходят всевозможные религиозные конфликты Мне интересно, почему конец света так тесно связан с этим городом? Иерусалим Это бесспорный центр монотеистического мира В центре возвышается камень скалы Согласно исламской традиции, пророк Мохаммед вознесся на небеса именно оттуда Здесь же Масличная гора и Гефиманский сад, где Иисус встречался с учениками И здесь же, в Гефиманском саду, он был взят под стражу Чуть ниже расположена величайшая святыня и место молитвы всех иудеев А весь этот район называется Храмовая гора В 20-м году н.э. царь Ирод Великий воздвиг храм, где иудеи могли поклоняться своему Богу Этот храм должен был простоять вечность Ирод повелел создать самое впечатляющее сооружение на Ближнем Востоке А может быть даже и во всем тогдашнем мире Таким образом, этот иудейский храм стоял на вершине горы задолго до христианства и ислама Но уже в 70-м году н.э. римляне разграбили Иерусалим и разрушили храм Прошло почти 1900 лет, прежде чем эта иудейская святыня вернулась под еврейское управление в 1967 году Итак, Израиль возродился почти 70 лет назад Но почему до сих пор храм так и не восстановили? И на это есть определенные причины Ну, во-первых, к этому еще не готовы ни евреи, ни мусульмане Хоть Израиль контролирует всю территорию как в военном, так и в политическом плане Но так случилось, что государство отдало вершину храмовой горы мусульманам, где и возвышается мусульманская святыня Купол на скале На вершине этой горы иудейские религиозные правила не действуют В свою очередь, ортодоксальные евреи считают, что без храма их религиозные права ущемлены И они ждут, когда храм будет восстановлен Но если в иудаизме мессия, который мог бы сделать это Иудеи первыми уверовали в мессию Но не в того мессию, которого верит большинство людей В понимании христиан, мессия – это некое божество, связанное с концом света Иудеи же считают, что мессия – это человек, царь земли, который примирит все народы на земле По словам иудейских теософов, смертный мессия имеет определенное предназначение В иудейских пророчествах мессия должен выполнить три задания Первое – это восстановить иудейское царство для иудеев Второе – заключить мир с соседями И третье – воссоздать храм Иудаизм – это одна из религий, которые предсказывают наступление мира во всем мире Но в этом регионе пересекается так много различных верований, что трудно себе даже вообразить наступление какого-либо мира По крайней мере на этой земле И если реконструировать храм, то эпоха мира уж точно не наступит никогда Так как храм уничтожит некоторые священные места мусульман И в этом случае действительно может начаться Армагеддон Армагеддон – место финальной битвы добра со злом, которая должна обозначить конец времен Это должно случиться в окрестностях холма Мегида Слово Армагеддон в Библии встречается всего лишь один раз – в книге Откровений И, наверное, не случайно, ведь все авторы Библии – выходцы с Ближнего Востока Которые знали о стратегическом расположении холма Мегида и близлежащей долине Израиль За более чем четырехтысячелетнюю историю эти места стали свидетелями многих кровавых сражений Одно из таких сражений произошло в 1457 году до н.э. между войсками древних египтян, возглавляемых фараоном Тутмосом III, и объединенной коалицией князей Северной Сирии, Палестины и Метании Египтяне здесь разбили коалицию и одержали убедительную победу Стратегическое положение холма Мегида и исторические события этого места послужили источником вдохновения для Иоанна Богослова Но если же битва здесь и случится, то она снова, как и прежде, будет между людьми Ведь на Ближнем Востоке всегда неспокойна Сама же идея о жестоком конце света не навал Так, две тысячи лет назад не все иудеи ожидали приближающуюся эпоху мира Члены одного иудейского течения страстно ждали кровавый апокалипсис Местность под названием Кумран знаменита тем, что именно здесь были найдены свитки Мертвого моря Но как они тут оказались? Люди, жившие в Кумране, спрятали их в пещерах Это были члены иудейской секты Исеев Исеи поселились в пустыне, потому что хотели жить уединенно, вдали от остальных Они обосновались в Кумране примерно в сотом году до нашей эры Исеи верили, что грядет Великая битва, после которой наступит конец света Благодаря сухому климату здешних мест, апокалиптические писания сохранились на протяжении более двух тысячелетий В Кумранских пещерах было найдено примерно 700 разных свитков, включая фрагменты свитка о войне В котором описывается 40-летняя апокалиптическая война, где силы света сразятся с силами тьмы После чего все закончится всеобщим искуплением Самое удивительное то, что в свитке переплетены события так, что есть то, что мы бы назвали реальностью А есть то, что бы мы назвали вымыслом Там описывается то, что войсками иудеев командовали священники, одетые как служители Бога И там же говорится о том, что среди них сражались ангелы Вот такие сочетания исторических реалий с фактами, которые кажутся вымыслом Как и многие апокалиптические течения, Исеи верили, что конец света неминуем И приняли меры, чтобы быть готовыми встретиться с Богом в любой момент Итак, в 68 году нашей эры состоялась битва с силами тьмы, как считали Исеи, римлянами При подавлении восстания евреев против власти Рима, римляне стерли Кумран и Исеев с лица земли Да, для Исеев это был конец света, но всего лишь для Исеев А вот постулат об апокалиптической битве с силами тьмы не умер вместе с Исеями Он появился в другой вере, которая только зарождалась И вот уже другая и, пожалуй, самая известная книга пророчеств, книга откровений Которая была написана примерно в 100 году нашей эры Повествует о неминуемой битве с неким антихристом Здесь мудрость Кто имеет ум, тот сочти число зверя Ибо число это человеческое Число его 666 Но как сосчитать число зверя? Книга откровений наполнена символами и политическими высказываниями О настоящей природе зла А вернее о том, кто порождает зло Но что это за код такой? 666 Ведь это число было дано антихристу Чтобы не произносить его имени, а только число В наши дни между учеными идут многочисленные споры о том, кому принадлежит число 666 И однажды был приведен сильный довод того, что число 666 относится к императору Нерону Нерон был римским императором с 54 по 68 год нашей эры Примерно в это же время в Рим стали пребывать первые христиане Но как из имени Нерон получается число 666 И вот что говорят некоторые ученые Мол, если присвоить цифровые значения фразе кесарь Нерон, а затем сложить их, то получится 666 Но и это еще не все Так, в древнегреческом и древнееврейском языках каждая буква соответствовала определенному числу И если сложить буквы во фразе император Нерон, а в древнееврейском написании кесарь Нерон, то получится 666 Нерон, а в древнегреческом и древнегреческом и древнееврейском языке Ученые же утверждают, что есть и более поздняя версия книги откровений, найденная при археологических Раскопках в Египте, которая является подтверждением тому, что зверем звали Нерона Но тут возникает вопрос, почему ранние христиане звали Нерона зверем? Императора Нерона презирали за многие вещи, включая и преследования христиан Так, в 64 году н.э. в Риме случился сильный пожар, в результате чего большая часть города была уничтожена огнем Нерон же обвинил в этом христиан и казнил великое множество людей на арене цирка По легенде, Нерон казнил человека, которого многие считали основателем церкви в Риме, а именно Петра Считается, что Петра распяли вниз головой, а некоторые христиан сжигали заживо только для того, чтобы осветить арену Это и объясняет, почему Нерона так называли В наши дни на этом месте в Риме стоит базилика святого Петра в память о смерти этого святого Как мы видим, у христиан был веский повод, чтобы ненавидеть Нерона, ведь для них он был антихристом Тогда люди боялись, что даже после самоубийства Нерон может вернуться на трон А посему было безопаснее называть его неким кодом Христиане тогда жили просто в ужасных условиях, и судный день для них в те дни мог наступить в любой момент Христианская идея об апокалипсисе Основывается на гнете Рима над Иудеей Римская империя разрушила Иерусалим и преследовала учеников Христа Но с прошествием времени это понятие распространилось на другую веру Которая сражается с другой империей зла и угрожает нам всем устроить апокалипсис Давайте же обратимся к исламу Ислам в переводе с арабского означает покорность и подчинение воле Всевышнего Того же Бога, которому поклоняются иудеи и христиане Ислам призывает людей жить в мире Но есть и большая часть мусульман, которая ведет войну с Западом Дайш и другие радикальные исламские группировки считают, что апокалипсис уже наступил И здесь очень важно различать исламизм и религию ислама Под исламизмом многие понимают навязывание обществу любого варианта ислама Есть множество пророчеств, которые верят большинство мусульман Разница лишь в том, что Дайш исказила эти прорицания в угоду своим политическим и идеологическим целям Дайш считает, что апокалиптическая битва произойдет В небольшой деревушке Дабик, что в Сирии Это поселение не имеет абсолютно никакого стратегического или военного значения А также ни малейшей экономической ценности Но тем не менее, Дайш собрала ресурсы, чтобы захватить это поселение Они считают, что надо каким-то образом вынудить войска международной коалиции Прийти в Дабик и начать там последние сражения Есть прорицание пророка Мухаммеда о том, что сначала пойдет Константинополь, а затем Рим Но Дайш по-своему трактует эту часть писания Мол, Константинополь уже давно сдался мусульманам Поэтому следующая великая битва будет с Западом Которая в конечном итоге пойдет На сегодняшний день Америка олицетворяет Рим А западная цивилизация стала преемницей Римской империи Так думает в Дайш Вполне естественно, что террористы Спекулируют на апокалипсисе Они получают больше всех И меньше всех боятся нарушить статус-кво Но сама идея распространена намного шире Создается такое впечатление, что наша культура испытывает болезненное влечение к концу света Мол, вот наступит последняя битва и все станет на свои места Всем воздастся по заслугам их, по делам их При этом забывая, что на земле нет ни единого человека без греха А это значит, что ответ держать придется каждому из нас Но можно ли предсказать конец света? Так, несколько лет назад многие думали, что можно Согласно древней легенде майя, многие думали, что апокалипсис наступит в определенную дату, а именно 21 декабря 2012 года Но я хочу выяснить, так ли это и почему этот апокалипсис не состоялся? Так, в 2012 году мы слышали, что с окончанием 13 бактуна в календаре майя наступит конец света и что якобы это предсказали майя Итак, 13 бактун календаря майя заканчивался действительно в 2012 году, но весь фокус заключается в том, что сам календарь майя не заканчивается на этом, а продолжает свое летоисчисление И далее следует 14, 15, 16 бактуны и так до конца 19 бактуна, за которым следует пиктун, а дальше еще 11 отрезков высшего порядка летоисчисления. Здесь важно знать, что каждый отрезок времени в календаре майя в 20 раз длиннее предыдущего Итак, 13 бактун был не последним в календаре майя, тогда в 2012 году просто закончился один цикл, целой череде циклов, причем каждый последующий был длиннее предыдущего, и никакого апокалипсиса, всего лишь очередное начало, цикл за циклом и так до бесконечности. И вот я задумался, а как майя видели время? Поразмыслив, я понял, что идея конца света в христианстве, иудаизме и исламе не универсальна. Последователи этих религий верят, что Бог сойдет в мир людей, вынесет приговор и исправит все существующие ошибки. Но есть миллиарды верующих, которые видят мир совсем по-другому. Они считают, что время вечно и течет по кругу. Для того, чтобы понять, как жить в мире, где нет конца, мы должны отправиться в Индию. В Индии зародились две великие религии – индуизм и буддизм. Индуисты верят, что апокалипсис наступает каждые несколько миллиардов лет. Но каждый конец ведет к началу, и мир снова возвращается, и они по-своему правы. Буддисты же не верят в жестокий конец света. Для них слово апокалипсис не означает божественный приговор – это обретение истины в сознании человека или просветления. По словам одного из почитаемых буддистских лам, его святейшества, Бьялова Кармапы, для того, чтобы достичь просветления, нужно познать самого себя, понять откуда ты и почему ты живешь. Кармапа говорит, что медитация – это ключ к просветлению. Если апокалипсис – это понимание истинной воли Божьей, то медитация нацелена на осознание собственной воли. Как говорит Кармапа, есть много способов медитации, но самая простая – это та, где надо сосредоточиться на дыхании. В это время ни о чем не думайте, забудьте о прошлом, не ждите будущего, просто расслабьтесь, сосредоточьтесь на своем дыхании и все. Да, очень трудно отстраниться от воспоминаний, мыслей и эмоций, сконцентрироваться на настоящем и понять, что осталось, когда все шумы исчезли. На вопрос о западной концепции апокалипсиса лама Бьялова-Кармапа отвечает примерно так «Мы верим, что каждый день какая-нибудь вселенная исчезает, одна исчезает, а другая появляется, но здесь нет никакого судного дня, у буддистов нет конца всему, а есть только изменения, где одно заканчивается, а другое начинается». Я хотел понять, что значит апокалипсис для людей разных вероисповеданий. Мне всегда казалось, что апокалипсис – это некое разрушительное свето-представление, но я обнаружил, что некоторые люди ждут апокалипсиса как нечто спасительное и хотят освободиться от несправедливости, избежать страданий и жить в лучшем мире. Апокалипсис – это греческое слово, обозначающее раскрытие, откровение, снятие покрова. И дело тут не в войне, а в просветлении, не в смерти, а в образе мыслей и состоянии души, которые помогают увидеть будущее. Не стоит ждать далекого судного дня, нужно жить сегодня, здесь и сейчас. Берегите себя и своих близких, и не забудьте подписаться на наш канал, у нас будет еще интересней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok